Ну что, дорогие друзья, как мы с вами и ожидали ранее, криптовалютный рынок продолжает обновлять локальные максимумы и потихонечку двигается к максимуму историческим. Конечно, до исторических максимумов довольно-таки далековато, тем не менее, текущий тренд вполне себе очевиден. Почему так происходит, мы говорим с вами довольно-таки давно про такие более обширные процессы. Но в этом видеоролике я предлагаю поговорить про последние драйверы, которые, в общем-то, и спровоцировали столь бурный рост биткоина и многих других криптовалют. Ну и также поговорить про перспективы рынка, рынка рисковых активов в целом, ну и в частности, рынка криптовалют. И как мне понравилось, один из комментаторов под прошлым видеороликом написал Михаилес Красава. Пока пермобиры кричат о рецессии, сидят на заборе, некоторые даже шортят. Вот Михаилес делает бабки. Ну, это цитата. Я надеюсь, что вы вместе со мной также не прислушивались к вот этим вот пермобирам, потому что у пермобиров немножко другая задача. То есть там задача купить ваше внимание и что-то потом продать. Кто-то продает что-то хорошее, какую-то экспертизу, какие-то конкретные решения. Кто-то просто продает вам рекламу, какие-то там сервисы и так далее. Вот, не неся при этом никакой пользы. Поэтому стоит очень четко разделять, кто с благими намерениями. Я говорю, конечно же, про себя, потому что я тоже иногда пользуюсь этими заголовками, которые покупают ваше внимание. Но тем не менее, я стараюсь дать что-то полезное в конце. Ну и в течение, соответственно, этого видеоролика. Ну и также маленькое объявление, друзья, о котором расскажу чуть более подробно в конце. Если вам интересно вот перенять мой опыт, если вы видите вот как работают мои рекомендации, видите логику, видите там что-то, что у вас резонирует в моей работе, то с середины июля я запускаю, пожалуй, наверное, самый полный, самый крутой курс, самую крутую группу по инвестициям на криптовалютном рынке. Почему она самая крутая? Потому что это самая полная информация, которая есть вообще у меня, значит, которую я использую, в частности, в своей работе на криптовалютном рынке. Поэтому, если это вам интересно, если у вас резонирует, обязательно смотрите до конца. Ну, либо перемотайте и посмотрите. В общем, начнем мы с вами с биткоина. Что произошло по биткоину? По биткоину произошло с технической точки зрения следующее. Мы увидели движение к 25 тысячам, даже немножечко пробили. Здесь у нас достаточно тяжелый уровень, здесь у нас объемы, значит, и в целом уровень был сопротивления, от которого мы увидели очень интересную картинку. Мы увидели ложный пробой, дальше у нас слом наклонного канала, и цена логично улетела вверх. То есть, это чисто техническая история. Что мы с вами знаем с точки зрения истории фундаментальной? Это то, что на рынок начали двигаться институционалы. В общем-то, значит, запускается криптобиржа EDX Market, где Citadel, Fidelity, Charles Schwab. Значит, на этой бирже, соответственно, будут торговаться те инструменты, которые не попали в немилость SECU. Будет торговаться Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Мы с вами знаем еще про, соответственно, запуск ETF, который, скорее всего, будет одобрен. Мы знаем, что Deutsche Bank подал заявку на создание кастодиального сервиса для своих клиентов. И многое-многое другое. То есть, мы видим, что большое количество серьезных имен, Deutsche Bank, Fidelity, BlackRock, то есть, это, извините, Citadel, это самый крупный и успешный за последнее время хэш-фонд. Все они ринулись на криптовалютный рынок и предлагают определенные сервисы и услуги. Отсюда мы можем предположить, что капитал, очевидно, туда придет. Придет он по нескольким причинам. Первое. Это, конечно же, сами продукты. Институты, по-любому, будут этими продуктами пользоваться. В каком объеме, мы не знаем. Но точно это дополнительный, очевидно, дополнительный приток ликвидности. Второе, что мы с вами знаем, что, в частности, Citadel, в частности, другие трейдинговые компании тоже туда пойдут. По одной простой причине. У них появляются дополнительные инструменты, чтобы зарабатывать деньги. Как это можно сделать? Как минимум, за счет арбитража, за счет вот этих вот неэффективностей. Соответственно, для того, чтобы менеджить эти позиции правильно, вам нужны эти деривативы в виде ETF, в виде каких-то других продуктов. Плюс вам нужен базовый актив. Соответственно, для того, чтобы все это дело менеджить, вы должны иметь на балансе базовый актив в виде криптовалют. Другого варианта нет. Ну и третье, конечно, это мы с вами, инвесторы, которые смотрят на это все. Смотрят на эту вахханалию. Многие до сих пор ждут второго, третьего дна, там обновления лаев и многое-многое другое. Конечно, ожидание дело благородное. Вот. Но, в общем-то, многие не выдерживают и тоже начинают, соответственно, присоединяться к рынку, присоединяться к этому тренду, который мы уже сейчас де-факто сформировали и тоже начинают покупать. Что еще мы с вами знаем? То есть это как бы история, которая является триггерами вот этого роста, в частности, биткоина и многих других криптовалют. Потому что для криптовалютного рынка вообще вот это то, что мы будем разбирать на практикуме, вот эта теория капитала, которую я даю в лекциях, рынка капитала, когда капитал мигрирует постепенно по мере развития тренда, он мигрирует из одних инструментов в другие инструменты. Соответственно, как бы вот этот вот заряд, он начинает потихонечку перетекать в криптовалютный рынок. И даже несмотря на то, что многие альты сейчас не растут, вот этот импульс, который есть сейчас в биткоине, рано или поздно начнет трансформироваться на альты. Потому что там в биткоине уже доходность вымота. Ну, грубо говоря, биткоин там вырастет до 50, например, тысяч и так далее. Ну, уже там, ну, сколько там, до 100 тысяч у тебя запас. Для криптовалютного рынка для многих это неинтересно. Плюс даунсайд-то, даунсайд тоже нужно понимать. То есть соотношение риска и риска, и, значит, доходности потенциальной, оно уже становится неинтересным. Соответственно, капитал начинает искать более интересные варианты, в частности, в альткоинах. Поэтому эта миграция очень важна. Еще мы с вами знаем по поводу Федрезерва, друзья. Что не успел я вам показать Паула. Сегодня, по-моему, завтра он тоже выступает. Ну, в общем, если что-то интересное будет, и у меня будет получаться, мы с вами посмотрим. Ну, что он сказал? Вот давайте, Блумберг нам процитировал, значит, несколько слов Паула. Что скорость, значит, и скорость очень важна в самом начале повышения. Сейчас нам важно, главное, отменеджить правильно вот эту завершающую фазу цикла, что мы, очевидно, будем повышать. То есть консенсус на следующее заседание, он практически 80%, что будет все-таки повышение. Но весь вопрос, все же торги сейчас идут за то, а что же будет дальше? То есть дальше-то как мы будем жить? И, конечно же, Паулу нужно для того, чтобы не получить вот этот вот двойной импульс по инфляции, который был в 70-е годы, то есть когда они побороли инфляцию, потом сильно рано спустили все на тормоза, и инфляция улетела. Им важно сейчас заниматься вербальными интервенциями. То есть ни в коем случае не сказать, слушайте, ну это, наверное, последний раз, когда мы, значит, подняли или поднимем процентную ставку, а уже к концу года мы точно начнем снижать. Но они же не могут там сказать, ну представляй, так сказать, нам, потому что представляете, что будет на рынке, что будет в экономике. Ну это опять будет импульс, с которым им придется бороться, то есть это будет опять эта волна. Поэтому все, что делает сейчас Паул, это занимается вербальными интервенциями. Да, повышение, скорее всего, будет. Они будут обращать внимание на дату, которая будет приходить к нам. Эта дата уже показывает нам, что, ну, не особо нужно большого количества дополнительных повышений, поэтому все, что касается на сегодняшний день ФРС, это все уже день прошлый. То есть это, ну, вот этого, по крайней мере, нарратива, что мы там ужесточаем, не думаем, чтобы думать, чтобы начать ослаблять, это все Паул, мы уже проходили, мы уже наелись, у нас уже вот достаточно вот этого всего, хватит, да, не нужно нам, значит, оставь это для других. Вот, и рынок это тоже плюс-минус понимает, что, ну, давай-давай, Паул, рассказывай, рассказывай нам. Поэтому мы видим с вами столь серьезное изменение сантимента на рынке. Криптовалютный рынок, давайте вот я вам покажу просто, вот, криптовалютный рынок. Сейчас что-то он у меня, вот так вот это выглядит должно. Красивый чарт на биткоине, фондовый рынок. То есть все это говорит, опять-таки, о том, все вот эти тренды, что, ну, это все переварено, это все уже никому не интересно. Что еще мы должны, дорогие друзья, с вами знать? Я хочу поделиться с вами очень крутой статистикой. У меня на курсе есть, я даю статистику в блоке, посвященный циклам, даю статистику по кризисам. Это очень важная статистика, которую нужно знать и понимать, вообще понимать, какие в природе бывают циклы, какие по ним качественные характеристики, какие по ним параметры. Потому что, в частности, кризис ковида, это был кризис событийный, где фондовый рынок падает примерно на 30%, а уже переписывает хайк в течение года. Что мы с вами получили по S&P 500? Мы упали с вами, друзья, примерно на 35%, да, то есть примерно на эту величину, то есть попали в эту статистику и, соответственно, переписали максимум в течение года. И очень важно знать статистику по различным событиям. Так вот, следующая статистика, которую я вам хочу показать, а больше, кстати, про эту статистику я расскажу сейчас в курсе, который будет, значит, запуск которого будет 17-го числа, но теорию вы получаете сразу же. Вот, то есть это важная статистика, которая помогает, соответственно, принимать решения. То есть именно поэтому здесь я не очень боялся покупать, понимая, что вот так все это работает. Следующая статистика – это статистика по коррекциям, связанным с циклом повышения процентных ставок. То есть когда у нас есть кризис, который, соответственно, связан с федрезервом. Не кризис, а, как это правильно даже сказать, ну, кризис, наверное, на рисковых активах. То есть это не совсем кризис, это кризис на рисковых активах. Именно вот эта коррекция. То есть средняя величина вот этой коррекции, которую мы с вами имеем, примерно она находится в 20, там, плюс-минус процентах. То есть вот что мы имеем с вами по истории. Сколько у нас откорректировался фондовый рынок во время вот этого, значит, вот этой фазы? 27 процентов. То есть цели выполнены, де-факто они выполнены. Соответственно, сейчас мы уже речь ведем про пивот со стороны, значит, со стороны федрезерва. Поэтому что мы можем с вами ожидать? Мы можем с вами ожидать продолжения аптренда, в котором находится как фондовый рынок, так и в целом весь рынок рисковых активов. Поэтому то, что институционалы прямо сейчас начинают предлагать вот эти решения, это как раз-таки сильный сигнал того, что, ну, они же не могут предлагать решения, не веря в то, что дальше этот рынок будет развиваться и то, что он будет интересен. По каким параметрам может быть интересен рынок? Все очень просто. Вот вы можете посмотреть со своей колокольни. Какой рынок вам интересен, дорогие друзья, инвесторы? Рынок, который растет, потому что рынок, который падает, он неинтересен, на нем люди теряют. Нарратив, который идет вокруг этого рынка, он негативный, соответственно, интереса нет. Интересен рынок, когда вы слышите истории, там, Вася заработал денег, Петя заработал денег, блин, почему я сижу? Надо обязательно бежать на этот рынок и тоже что-то успеть урвать от этого пирога, который всем раздается. С другими категориями инвесторов абсолютно все то же самое. То есть это институты, неважно, кто это. Это, соответственно, философия и ментальность. Она абсолютно идентичная, что у ритейла, что у крупных инвесторов. Соответственно, то, что институционалы приходят на этот рынок, то, что Паул начинает нас вербально интервировать, рассказывая нам про какой-то там цикл, который уже все забыли, там, Паул, уже ты давай свою шарманку. Заканчивая вот эти вероятности, уже тоже никого, соответственно, не беспокоит. Статистика нам говорит о том, что цели по этой коррекции, связанные с ужесточением монетарной политики, выполнены. Ну и тренд, в котором находятся рисковые активы, он, соответственно, продолжается. Все. Соответственно, все, что нужно делать на сегодняшний день, и все, что делаю я, все, что я рекомендую, как публично, так и в рамках своего инвестиционного клуба, это набирать риск. По фондовому рынку мы уже там больше года, наверное, около года мы там сидим и набираем все. То есть мы покупаем, покупаем. То, что там дает прибыль, мы, соответственно, фиксируем. То, что где-то меняется фундаментальная картинка в худшую сторону, мы тоже фиксируем. А все остальное, оно, соответственно, продолжает находиться в наших портфелях. И, соответственно, как только появляются интересные какие-то точки входа, мы эти точки входа реализуем и, соответственно, берем к себе в портфель. Ну вот могу там несколько вам показать интересных моментов, то есть интересных компаний, например, которые мы брали последнее время к себе в портфель. То есть вот видно, что все они, в общем-то, также растут вместе с фондовым рынком. Что касается криптовалют, друзья, там, я думаю, что многие знают, я покупал эфир, покупал лайткоин, все это остается, Render покупал, все это остается у меня в портфеле. И на сегодняшний день у меня уже Atom покупал, очень удачно купил Atom. Atom покупал, соответственно, вот, давайте покажу, где покупал Atom. Atom покупал вот тут, то есть в этом районе, набирал, потом немножко добрал. То есть по Atom у меня есть позиция, по Matik у меня есть позиция. В общем, много где у меня есть позиция. И да, конечно же, с точки зрения Atom тайминга мы не можем сказать, что вот прямо сейчас это будет выстрел, да, как мне иногда задают вопросы. Андрей, будет ли аптренд в июле месяце или стоит ждать до августа? Да никто не знает, я не знаю, друзья. Ну, это абсурдные вопросы, ответы на которых нет ни у кого. Все, что мы можем делать, это понимать, выгодно покупать или невыгодно покупать. Это вот то, чему я, в общем-то, обучаю. Риск, реворд, риск, реворд, шансы. И вот, например, что касается фондового рынка, было понятно, что риск, реворд хороший там с прошлого года. Но реализацию мы увидели только лишь буквально в последнее время. То есть так работают финансы, так работают инвестиции. Мы покупаем то, что выгодно покупать, а когда будет эта реализация, мы не знаем. То есть иногда приходится просто посидеть, как говорится, в позиции. Вот, то есть вью никакой не поменялось. Я держу риск по фондовому рынку, начал набирать, формировать портфель по рынку криптовалют. Соответственно, там порядка 30, наверное, уже с копейками процентов у меня находятся в позициях. И все, что я буду делать дальше, то есть если базовый сценарий будет реализовываться, я буду добираться, буду добирать инструменты, которые у меня есть в портфеле. Также буду искать новые какие-то идеи, соответственно, где формируется хороший дисбаланс в сторону спроса. И буду их покупать. Если же что-то будет меняться, буду смотреть на, соответственно, риски, возможно, что-то выходить и так далее. Ну, то есть всегда есть два сценария. И важно понимать, какой сейчас приоритетный сценарий на рост. Но если нет, есть, соответственно, план B, есть риск менеджмент и так далее, соответственно, чтобы минимизировать риски. Теперь же, друзья, давайте я расскажу немножко про курс, который стартует уже 17 июля. Что будет на этом курсе, кому он нужен и, соответственно, какие решения я здесь предлагаю. У меня в работе есть несколько инструментов, которые, в общем-то, формируют мою стратегию. Первый – это фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос, выгодно сейчас покупать, невыгодно сейчас покупать. Какие тренды в монетарной системе, какие тренды на рынке, есть ли риск премии, куда двигается капитал на рынке капитала, то есть, есть ли у нас вот эта миграция позитивная для рисковых активов, либо же у нас наоборот, все схлопывается и так далее, и так далее, и так далее. То есть, саму стратегию у нас определяет именно анализ фундаментальный. Он определяет уровень кэша, который мы держим в портфеле, и он определяет уровень риска нашего портфеля, который мы берем. Второе, что я использую в своей работе, это, конечно же, анализ технический. Технический анализ отвечает на вопрос, что конкретность, если нам фундаментальный анализ дал ответ на вопрос, стоит ли покупать, да. Соответственно, дальше мы подключаем технический анализ и уже более точно выбираем, как маркет тайминг, соответственно, который позволяет нам лучше выбрать момент входа в рынок, так и конкретные инструменты для портфеля. То есть, мы ищем перекосы в сторону спроса, на каких инструментах эти перекосы сейчас существуют, и из этих инструментов мы и выстраиваем портфель. Я много-много раз показывал на истории, как это работает. Кейсы, я думаю, что опубликую в ближайшее время, напомню, в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании. То есть, покажу по истории вот эти вот фишки, как они срабатывали. И третье, что я применяю, это, конечно же, стратегия сама, то есть, как правильно с точки зрения money management выстроить всю иерархию капитала, и как управлять риском с точки зрения риск-менеджмента. Потому что, как вот я и сказал, у нас есть базовый сценарий, что у нас как бы мы вошли в этот тренд. Есть план B. Если мы ошиблись, потому что стопроцентных прогнозов не бывает, у меня их тоже нету, я иногда ошибаюсь, но важно в этот момент времени снизить цену этих ошибок. И вот с точки зрения риск-менеджмента, вот эти стратегии позволяют это сделать. Ну и, конечно же, я использую в своей работе на сегодняшний день опционы. Опционы позволяют как снизить риски портфеля, так и, в общем-то, имеют под собой отдельные паттерны, отдельные рыночные ситуации, которые позволяют либо одновременно торговать вверх-вниз, либо использовать ситуации, как, например, здесь, где у тебя именно с точки зрения опционов лучшее соотношение риск-реворда. Ну вот здесь, например, удалось заработать 6x. И, как бы, такие кейсы, они происходят не так часто, но, тем не менее, иногда это можно использовать и иногда получать очень-очень хорошую доходность. То есть, в итоге мы имеем с вами аналитический комплекс, который состоит из фундаментального и технического анализа. Мы имеем с вами стратегию построения портфеля и риск-менеджмент и, соответственно, опционы. И это то, что я буду давать, как в теории, так и в практике, начиная с 17 июля. То есть, когда вы приходите на курс, все лекции, вся теория уже записана. То есть, вы получаете весь необходимый учебный материал. А начиная с 17 числа мы проведем с вами 5 или 6 практикумов, где всю эту теорию разберем на конкретном рынке. То есть, не какую-то абстрактную, а возьмем вот то, что сейчас происходит, то, что будет происходить на тот момент времени. С точки зрения фундамента, с точки зрения различных рыночных параметров, с точки зрения риск-премии и так далее, и так далее. Построим стратегию. Дальше мы возьмем с вами конкретные инструменты, из которых в этот момент времени имеет смысл строить портфель. Также мы построим с вами шорт-лист. Это инструменты, которые перспективны, но в данный конкретный момент времени неинтересны. Ну и также мы разберем с вами применение опционов в рамках текущего рынка и в рамках нашего портфеля. То есть, теория плюс практика, которая по итогу позволит вам овладеть по-настоящему профессиональными инструментами инвестора. В частности, для работы на криптовалютном рынке. Как это работает, друзья? Давайте покажу несколько кейсов, чтобы, опять-таки, кейсов публичных. Ну вот, последняя сделка, которая у меня была. Ну, в принципе, вью вы можете видеть в публичном пространстве. Ну а конкретные решения я уже даю студентам в рамках моего инвестиционного клуба. Некоторые решения даются публично, некоторые закрытые в рамках инвестиционного клуба. Ну, например, здесь на 26 тысячах я покупал биткоин. То есть, я об этом писал у себя в инвестиционном клубе. Здесь вот, например, Атом, если мы посмотрим, то вот, соответственно, здесь я покупал Атом. То есть, это тоже была, покупал Атом и покупал Матик в этот, соответственно, промежуток времени. И там, и там у нас уже очень и очень хорошая прибыль. По биткоину плюс 10%, по Атому у нас порядка, наверное, уже там под плюс 15-17. На Матике там тоже порядка плюс 15%. Вот. И так далее, и так далее. То есть, это решение абсолютно, ну, как бы для студентов эти решения были в реальном времени. Ну, а сама стратегия была видна публично. То есть, это было, как бы прослеживалось, мое view из бесплатных, вот, открытых видеороликов. До этого, какие решения у меня были, чтобы, опять-таки, не быть голословным, это было уже публичное. Значит, здесь я покупал Апсоны, здесь я покупал Лайткоин. Апсоны принесли 600%, Лайткоин принес процентов 30. То есть, опять-таки, это решение. До этого я начинал покупать, значит, составлять криптопортфель здесь. Потом я добирал здесь и здесь вышел. Вышел, ну, достаточно, можно сказать, неудачно, да, продал на самом дне. Но, тем не менее, в портфеле были такие, портфель был составлен таким образом, что были инструменты, которые были в плюсе. Это был на тот момент времени TVT и MATIC. То есть, по ним удалось неплохо заработать. А Биткоин и Эфир в этот момент времени просели. Соответственно, там было, конечно же, перекос был по объему капитала больше в Биткоин и, соответственно, в Эфир. Но, так как по соотношению, как бы, эти инструменты просели буквально, там, на 15%, а MATIC и TVT дали, там, по плюс 40%, то, в целом, можно сказать, что портфель был закрыт около нуля. До этого были попытки, значит, в принципе, достаточно успешные набирать Биткоин и, значит, Альткоины здесь. Некоторые, там, Солана была, еще что-то много было. Это, опять-таки, в Телеграм-канале покажу. И здесь мы достаточно успешно из этого все повыходили и, соответственно, зафиксировали прибыль. То есть, рынок не пошел, нам показали, вроде бы, что есть перекос. Дальше мы увидели, как бы, опять-таки, при помощи аналитического комплекса, который я даю, что здесь недостаточно покупателей, чтобы создать аптренд. Мы просто забрали ту прибыль, которую мы получили. И, соответственно, здесь мы вновь начали набирать портфель. И этот портфель уже находится в таком жирном, я бы сказал, плюсе. В итоге, друзья, вот за последние полтора года, это вот те решения, которые были в рамках моей стратегии. Это не трейдерские решения, я не трейдер. Если вы ищете, ну, как бы, трейдерские решения, то это не ко мне. Я больше инвестор. То есть, я люблю проводить время, как бы, свободного времени иметь больше, а не сидеть по 10-12 часов в графике, что там отскочило на эти полпроцента ловить. То есть, моя стратегия долгосрочная. И если вы хотите, опять-таки, освоить долгосрочные стратегии, то добро пожаловать. Вот те решения, которые абсолютно публичные, соответственно, вы их можете освоить. То есть, за эти полтора года в целом, в чистом, портфель, несмотря на просадку всего рынка, находится в плюсе. То есть, от всех этих действий, где-то там мы что-то потеряли, где-то мы заработали, там какие-то сделки были неудачные на опционах. Все это, безусловно, было, но в общем и целом, эти решения, которые я даю и которые давал абсолютно публично, они принесли прибыль. При том, что в целом крипторынок, ну, не особо-то, куда пошел за последний, ну, сначала 22-го года, где у нас инструменты, там, да любой инструмент открываешь, там просадка от этих значений. То есть, холдеры, соответственно, потеряли активные спекулянты, ну, соу-соу, и вот такая стратегия активного инвестирования, она принесла свои плоды. То есть, опять-таки, я показываю, это все публичные рекомендации, то есть, это не задним числом, это не там я что-то придумал из головы, а вот здесь надо было покупать, здесь продавать. Это все реальные кейсы, и, соответственно, вот эти решения я и даю. Вот так они работают, вот такие результаты вы можете, соответственно, получать. Вот, друзья, если все это вам интересно, в моем телеграм-канале я ссылку оставлю, я опубликовал более подробную информацию. Кстати, подписывайтесь на него, тут выходят классные подборки. Сегодня тоже, наверное, выложим еще одну подборку полезных, значит, ресурсов. Вот это пост, здесь более подробно узнаете про курс, и здесь условия. Соответственно, первые 25 человек имеют возможность пройти курс с большей скидкой, стоимость 490 долларов, для остальных 650. Два места уже занято, остается 23 свободных места. Вот мой контакт, по которому можете задать вопросы и, соответственно, записаться на этот курс. На этом, друзья, у меня все. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за поддержку, за теплые слова, которые вы мне пишете. Мне очень приятно, ведь в конечном счете все, что я делаю, я делаю для вас. С вами был Андрей Михайлес, ваш Андрей Михайлес. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok